Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Это пятый выпуск рубрики «Гениальные шашечные комбинации». Первая комбинация возникла в партии Шапира-Дудковский, сыгранная в 1977 году. Аб4, Ба5, дебют игра Бадьянского, Ед4. Аб4, черные разменивают шашку Д4 и играют на связку левого фланга белых. Бой на Ж5. Белые также размениваются и бьют на поле Ф4. Далее в партии ЖФ6, АЖ3, АЖ5, Ба3, Де5. Практически все форсировано. БЦ5. Ну и в этой позиции обычно играют АЖ7. Белые здесь обычно меняются, СБ6. Бьют на поле А6. Черные также меняются, ЕФ4. Ну и создается позиция с преимуществом у черных, но ничья за белых достижима. Все это было сыграно миллион раз. Но в этой партии, после АЖ7, белые сыграли ЖФ4. Наход на игру. Черным в этой позиции надо было играть ЖФ6, вынуждая белых делать единственную ничью. Например, Де3, СБ6, ЖХ2, ФЕ7. Черные построили ударный кулак на своем левом фланге, но все-таки ничья за белых есть. СД2 и черные подрывают пункт С3 ходом АБ4. Белые бьют на С7. Черные выбивают шашку Д4 и затем бьют Д8 на Ф2. Белые бьют на Ж3. У белых страшная позиция, но ничья есть. Такая ничья АБ6. И в этой позиции надо сделать точный ход. Б5. Все остальное проигрывает. Теперь у черных есть два хода. Если черные играют БЦ5, тогда мы жертвуем шашку и играем АБ6. Позиция, несмотря на то, что у черных лишняя шашка на самом деле равная. То есть черным лучше всего отжертвовать обратно лишнюю шашку ходом ЖФ4. Ну и возникает равная позиция. Если черные в этой позиции после нападения Б5 играют БЦ7, тогда надо сделать снова точный ход АБ2. Теперь черные играют БЦ5, мы БЦ3. И на ход СД6, жертвуем шашку, ЖФ4 и нападаем СД4. Заходим в липки. Ну и как бы черные не играли, скорее всего последует ЕФ2, бьем. Ну и партия заканчивается ничьей. Такая сложная ничья была у белых. Но черные в партии ошиблись. Они сыграли ЖФ4. Несильнейший ход. На самом деле возникает равная позиция. Белые подкручивают дальше. Играют СД6. Ну и в этой позиции еще была ничья. Надо было сыграть ЖФ6. С равной игрой. А черные подумали, что они выигрывают шашку. И сыграли ДЕ7. А здесь уже белые проводят неожиданную и очень красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют ДЕ3. Ну на С5 бить бесполезно. Поэтому черные бьют Ф на Б4. Тогда бьем на поле С5. Черные бьют на поле С3. И мы играем ХЖ5. Делаем присоску так называемую. Или контур удар. Ну и как бы черные не били. Допустим на Х4 играем СБ2. Бой на Е5. И прорываемся в дамки на поле Х8. С выигрышем. Вторая комбинация это из творчества шашиста по имени Ивадска. Данная миниатюра создана в 1974 году. Очень красивая и неожиданная комбинация. Как говорится И1 в поле воин. То есть у белых после проведения комбинации останется всего лишь одна шашка. Но тем не менее они побеждают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти очень красивые выигрыши за белых. Если вы его найдете, это будет сделать конечно тяжело, то получите незабываемое эстетическое удовольствие. Белые играют Е2. Черные бьют. Затем играем ФЖ5. Черные бьют на Д2. И затем играем ДЦ5. И БЦ5. Полностью подорвали позицию черных. То есть видите, очень много решетчатости, разрывов между шашками. И белые проводят свой финальный удар. ЖФ2. И как говорится, внимательно следите за руками. Бьем вот по такой траектории. И дамка белых обрезает шашки черных от похода в дамки и легко выигрывает. Вот такая гениальная комбинация от шашиста по имени, по фамилии Ивацка. Следующая комбинация создана гениальным госмейстером Исером Куперманом. Но, как говорится, его гениальность компенсируется тем, что он провел очень много договорных матчей в шашках. Как говорится, это доктор зло в русских шашках. Но, тем не менее, комбинация гениальная. Создана в 1945 году. Белые начинают и выигрывают. Очень неожиданный механизм комбинации. Кстати, есть несколько вариантов. Белые начинают и выигрывают ходом ЖФ4. Ошеломляющее нападение. У черных есть два хода. ЕФ6 и ЖФ4. Давайте разберем оба. Если черные играют ЕФ6, тогда белые также неожиданно побеждают. Играют ДЕ5 и бьют именно на поле Ф6. Затем играют СБ4. Пропускают черных в дамки. Затем СБ2. И прорываются в дамки и празднуют победу. Это первая тема. Уже красиво. Обратите внимание. Если черные видят это и меняются ЖФ4. Любому здравомыслящему человеку в первую очередь пришел бы в голову такой ход. Тогда белые здесь проводят комбинацию. Ходом ДЕ3. Черные бьют. Две шашки. Затем играем ФЖ3. Черные бьют на Е3. Бьем на С5. Черные бьют на Д4. И затем играем ЖФ4. Красиво снимаем 4 шашки черных. С полным разгромом. Если черные это видят. И после хода ЖФ4 бьют не на Ф4. А допустим на поле Ж1. Прорываются в дамки. То тогда белые выигрывают не менее красиво. Играем СД4. Ну и как бы черные не били. Тут без разницы. Допустим на Ф4. Играем БЦ3. Создаем ударную колонну. Затем СБ4. Черные бьют. И совершаем удар по кругу. С поля Д2. И дамка возвращается на поле Д2. Гениальная комбинация. Очень красиво. Ну и последняя комбинация на сегодня. Она возникла в партии гроссмейстера Юрия Кириллова. И гроссмейстера Николая Васильевича Аббациева. Партия играна в 1988 году. ЖХ4 ДЕ5. ХЖ3 СД6. Вот такая жеребьевка выпала соперником. И белые начинают окружать центр черных. ЕВ4. Лучше всего укрепиться на поле БА5. И белые играют ДЕ3. АБ6 АБ4. То есть видите возникают обоюдные связки. Но здесь связки в пользу белых. Черным для достижения ничей надо играть очень точно. БЦ5 БА3. ДЦ7. Черные создают кулак. Для последующего размена на поле Д4. Белые играют ЖХ2. Черные меняются. ЕД4. Ну и здесь в партии черные ошиблись. Черные побили на поле С3. А надо было бить на поле Д4. И здесь черные могли достичь ничьей. Покажу несколько вариантов. Белые могли ответить СД2. Бой-бой. И здесь важно играть именно ЕФ6. Хочу обратить ваше внимание, что ход ЖФ6 уже так же проигрывает. Например, АБ2, ФЕ5. ЕД2, АЖ7. БА5, ЖФ6. Белые меняются назад ходом БЦ3. И возникает очень неприятная позиция за черных. Кажется, что ничья не за горами, но на самом деле ее нет. Например, ФЖ7, СБ2. Видите, все время нельзя ходить ЕД4. Из-за того, что белые сыграют ЕФ4 и останутся с лишней шашкой. Именно за счет этого белые побеждают. БА7, БА3. Черные делают последний ход АБ6. И белые делают так же последний выжидательный ход ДЦ3. Черным необходимо меняться ЕД4. И здесь белые выигрывают шашку. АБ4. И бьем на А7. Надо идти в дамки. Ну и здесь лучше всего белым провести вот такой разменный маневр. Запомните, ФЖ5. Бой-бой. И скромно ставим дамку. Нападаем сразу же на несколько шашек черных. И черным приходится поэтому играть. СБ6. Но мы бьем на поле С7. Ну и куда бы черные не поставили дамку. Допустим на А1. Ставим дамку на поле Д8. И черные проигрывают из-за того, что у них очень много дыр в позиции. Так называемая решетчатость. Вот такой форсированный вариант. Если же черные правильно играют ЕФ6 в этой позиции, то ничья еще достижима. АБ2. Размен. ФЖ5. Другого нет. ЖХ4. Размен. И здесь важно сыграть именно ФЖ7. АЖ7 уже проигрывает. Играем тогда Б5. ЖФ6. ЕД2. И черным надо сыграть АЖ7. После ФЕ5 позиция черных окружается. Тогда белые выигрывают шашку ходом ФЕ5. Ну и черным лучше всего разменяться ходом ЖФ6. И возникает примерно равная позиция. Белые еще пытаются выиграть. Допустим, ДЕ3. БЦ3. Правильно черным бить именно на поле Б2. На Б4 проигрывает. Черные ведь без шашки. Ну и после того, как белые размениваются, меняться надо СБ6. И партия заканчивается ничьей. Например, АЖ5, СБ4, ЖА6. БЦ3 нельзя из-за ЕД4. Поэтому БА3 и на ход АЖ7 играем АБ2. Ну и куда бы белые не пошли, возникает примерно равная позиция. Вот такая ничья далеко не очевидная была в этой позиции у черных. Но черные в этой позиции ошиблись. Они побили не на поле Д4, а на поле С3. И после этого белые провели разгромную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют Д4. Теперь у черных есть два взятия. Если черные бьют на поле Ж5, то видите, белые выбивают важную шашку Ф6 и побеждают. Например, СБ2. Ну и как бы черные не били, они проигрывают. Например, так, так. И шашка Х4 попадает на поле Е3 с выигрышем. Так, если черные в этой позиции бьют на поле Ж1, тогда играем также СБ2. Черные бьют на Д4 и затем ЕF2. Черные бьют дамкой две шашки и затем мы также бьем дамкой три шашки и дамку соперника. И белые легко побеждают. Друзья, если вам понравилось данное видео, то обязательно ставьте Лукаса, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры создавал DimaTorzok